Всем привет, всем здравствуйте. Оли из Тампари, Свинляндия. Мы находимся в Хельсинге. Фирма называется Лассессор. Ну и, конечно, многие знают эту фирму. Они продаются везде и всюду в бутиках, в Стокмане, в Сокосе и так далее. Ну и вот это место сделано для тех, кто делает закупки для магазинов, для бутиков и так далее. Ну и здесь типа склада, шоурума и вот такое место есть. Они работают один раз в неделю в четверг. И если вы зайдете на их интернет, например, наберете фашион центр и наберете Лассессор, там выйдут имена дистрибьюторов и вся Финляндия поделена на границе. То есть есть Ланди, Суоми и так далее. И с девочками можно связаться по телефону. Они приедут и сделают вам презентацию этих шарфов и так далее, если вы имеете в Финляндии бутик. Ну и, конечно, если у вас в Финляндии бутика нету и для магазина вы тоже шарфики, перчатки и шапочки не заказываете. Здесь у них в четверг открыто. И можно всегда договориться и приехать посмотреть на их коллекцию и сделать заказ. Ну и, конечно, многие, которые делают заказы, они хотят купить финское. Это мы все знаем. И здесь вот такой шелковый шарфик. Дизайн фрум Финлянд. 59 евро в трех цветах. Ну и цвета, конечно, самые осенние. Серо-зеленые, коричневый, розовый, бордо и нежно-перламутро-розовый. Вот три цвета есть. Ну и, конечно, к этому шарфику предложены льняные. И шарфики много раз покупают. Не то, что зимой нужно носить шерсть, а летом какую-то вискозу или лен. Да, теперь люди лен хотят и зимой. Он, конечно, натуральная вещь, согревает. И всегда, если есть какая-то аллергия, подбородок чешется от шерсти и так далее, конечно, натуральные вещи. Это всегда здорово. Ну и многие покупают дизайн Мады Ин Финлянд. Они хотят купить свое и продавать свое. Я про это много раз говорила. Может быть, кто-то и улыбнется. Но вот такая система есть. И вот эти симпатичненькие шапочки здесь серенькие. Вот с такой вышивкой. Как бы под шваровский хрусталь стоит 29 евро. И без хрусталя двое стоит 27 евро. Качество, прелесть, конечно, такая шапочка. Просто красота. Ну и в черном цвете. Вот, пожалуйста, тоже хороший пример. 20 евро. 29 евро стоит вот такие. Ну и красненькая, как Жангусто. Красота, конечно, да. 42 евро. И я думаю, что все равно многие хотят вот такие цвета, которые подойдут под старую куртку, под старый пуховик. И, конечно, к шапочке предлагаются сразу шарфики. Есть зеленые, серые, бордовые. И 54 евро эти шарфики стоят. И в прошлом году, и в этом году. Да, вот эта мода самовяза. Как будто бабушка связала. До сих пор есть. Вот на больших спицах. Я, к сожалению, руками делать ничего не умею. Многие тоже тогда писали, Оля, ну как здорово, что теперь продается все. Даже люди, которые ничего делать сами не умеют, могут купить. И вот здесь хороший пример. Какая симпатичная шапочка. Тоже вот сделана как самовяз. И она еще на подкладке. Это тоже здорово. В Финляндии никогда не знаешь. Может быть плюс 5, а может быть минус 30. Поэтому шапочек нужно иметь несколько пар. Но еще бы хорошо такую шапочку, которую можно стирать. И вот хороший пример. Такая шапочка стоит 59 евро. И какая нежно-розовая, красивая. Мне нравится вот эта. Тоже шапочка. Ну и, конечно, лассессор. Вот здесь пришита. Вот такая металлическая штучка. Люди сразу знают, что это шапочка от этой фирмы. И она стоит 59 евро. Ну и, конечно, мой самый любимый цвет. Это черный. Это, как говорится, вот самое мое любимое. Ну и шарфики сделаны вот так. То есть розовая подойдет. Мне кажется, вот сюда будет очень симпатичненько. А холодно-розовая подойдет вот к этому шарфику. Мне кажется, очень будет миленько смотреться. И шарфики у нас стоят 69 евро. Ну и серая подойдет, наверное, и к этому, и к этому. Тут немножко серого есть. Вот этот серый, мне кажется, тоже очень приличненько смотрится. Ну и если вы такая мерзлячка, вам все время холодно. Здесь, конечно, вот такой шерстяной шарфик типа пледа. Он, конечно, очень большой. Ну сейчас модно. Голые ноги много раз у молодежи. Но большой толстый шарф завязан на шее. Вот такой красивый шарфик. Да, и здесь можно подобрать к этому шарфику. У нас шапочка тоже цвет в цвет. Ну и экология, конечно, поэтому вот такой синтетический пумпончик. Очень много красивого. Вау, че. Ну и, конечно, тем, кто не хочет больших шарфов на шею под какой-то блейзер и так далее. Вот есть шелковые маленькие шарфики, которые можно завязать. Типа стюардессы. И они стоят 42 евро. Да, и если холодно, минус 30 градусов, конечно, никакого полиэстро ты надеть или одеть не сможешь. Должна быть вещь натуральная шерсть. Она будет греть. Ну и теперь вот эта утавила. Она такая новая шерсть, которая не колется. Ее можно стирать. И здесь хороший пример. Вот такой, типа горшка, шапочка, которую можно закрутить по вашей голове. Какая у вас головка, маленькая или большая. Ну и я думаю, что если вы стираете такую шапочку, конечно, ее на банку, если вы натянете, она будет как новая. И в серых цветах, и в черных цветах есть вот такой паскере. Называется по-фински. Беретик. И береты стоят 34 евро. И в эту же серию у нас шарфики. Шарфики тоже очень красивые, сделаны вот такой косичкой. Здесь у нас серый, черный, ну и, конечно, нежно-розовый. И все подходит по цветам. Я в прошлый раз показывала эти сумочки. Это сумочки у них новинка. Таких сумочек не было. Ну, мне кажется, здорово, что, посмотрите, можно купить и сумочку, и шарфик, и берет. Все в одном цвете. Очень симпатичненько. И шарфики стоят 24 евро. И, конечно, как оформлено, даже человек, который не разбирается в цветах и не может сам составить вот свою эту капсулу, в которой он бы ходил зимой, здесь легко подобрать. Здесь лежит большая сумочка. Вот такая сумочка с широким ремнем. Ну, это, конечно, кожа. Да, в такую сумочку поместится просто все. Мне нравится. И они есть в разных цветах. Она стоит 140 евро. Ну, и, конечно, сумочки у нас есть шарфик. Шарфик, миленькая вискоза, шапочка. Есть шарфик вот такой побольше шерсть. Ну, и, конечно, сумочки есть разных размеров. И если эти цвета слишком светлые, у вас много крем-пудры на лице, есть вот в черном цвете и, конечно, черная красивая. Я в прошлый раз мерила тоже такую шапку с большим помпоном. Многие мне написали, Оля, вы слишком староватая для такой шапки с помпоном. Я не знаю, почему мне безумно нравится. Единственное, вот этот Леоперт мне не внушает доверия. Но, не знаю, нужно, конечно, померить и посмотреть, как она будет сидеть. Шарфиков очень много. Шапочка стоит 34 евро. И шарфики 24 евро. Желтый цвет рулит в этом году. И желтый спокойный, не кидающийся на покупателя. И, может быть, раньше был более желто-лимонный. Ну, вот такой спокойно желтый есть. Ну, и в этой серии, конечно, у нас вот такой грубый шарфик, связанный большими спицами самовяз. Такой шарфик стоит 65 евро. К этому шарфику, вот на таких крупных спицах, связана шапочка. Она стоит 59 евро. Ну, и если большого шарфика вы не хотите, есть вот такой треугольный большой платок. Ну, и, конечно, клетка. Да, клетка в Финляндии рулит. Финны обожают клетку. Про это я говорила много раз. Полоска клетка, это, как говорится, классика жанра. И к этому можно подобрать. Вот эта шапочка подходит. Очень миленько получится. И если не хотите шапочку, конечно, есть берет. Берет тоже подходит к этому комплекту. Не знаю, почему к зеленому цвету. Я всегда, как говорится, равнодушна. Но я знаю, что многие фанатеют от зеленого, от темно-коричневого, от темного бордового. И вот здесь хороший пример. Опять большой, большими спицами самовяз, шапка, шарф. Ну, и, конечно, и черное. Вот такой коричневый, шоколадный и любимый многими бордовый цвет. Да, и, конечно, очень хорошо, если люди разбираются в цветах. Они знают, они нейтрального цвета, черно-белый. Постоянно покупают и создают вот такую капсулу. Либо они лето, либо они осень. И вот здесь хороший пример осенним, в осеннем гамме шарфики, шапочки, палантины, пончо и так далее. Да, конечно, если осень вы имеете вот такие цвета, очень много красивого можно подобрать. И я думаю, даже эти пончи подойдут и на какой-то пуховик. Можно одеть сверху. И эти шарфики тоже подойдут под многие комплекты. И я думаю, что если мы посмотрим вот на эти 89 евро, вот такой красивый большой палантин. Да, в таком палантине можно и, как говорится, в театр, и в офис, и освежить даже какой-то, может быть, старый бадлон. И маленькие шарфики. Одно время они, как говорится, отсутствовали. Ну вот, вернулись обратно. И здесь хороший пример. Посмотрите, какая прелесть шарфик. И в этой же цветовой гамме у нас берет. Шарфиков в этот раз очень много. Хочется показать все. Поэтому иду, знаете, как говорится, вот так медленно. Если вы хотите остановить кадр и что-то увеличить, это тоже можно сделать. И раньше у них было женское и мужское. Ну, теперь вот, например, хороший. Я помню, такой шарф в красных тонах покупала мужу. Теперь он висит вот здесь, где женское. Теперь вроде как нет вот такого определенного, что вот это мужчинам, это женщинам. Теперь могут и мужчины купить красный, и розовый, и какой хотите. И здесь вот такой хороший пример. Да, такой шарфик наверняка многие бы и мужчины с удовольствием себе на шею повязали. И это натуральная шерсть. Ну и как здорово, что я увидела вот такую красоту. Мне безумно нравится. Здесь у нас немножко махера. Вот такие брюльянты пришиты. Это у нас вискоза. С махером можно стирать руками в 30. Стоит 39 евро. Мне хочется вот эту шапочку померить. И здесь есть вот такой шарф, который тоже подойдет. Он в этих же цветах. Но шарфик мне не нужен. Но вот шапочку бы я такую с удовольствием померила. И розовый тоже какой миленький. И в розовых тонах вот такое нежно-розовое. Вся эта серия. Здесь есть вот такая вязаная крупными спицами. Шапка 59 евро. Точно такой же шарф 65. И шарф есть два вида. Здесь вот такой шарф, как был серый. И точно такие же есть в клетку. Очень милая розовая. Здесь у нас тоже махер. И здесь у нас тоже махер. Я думаю, что я хочу померить эти шапки. Они стоят 39 евро. А эта стоит 54. Ну и конечно, черно-белая. В Финляндии рулит всегда черно-белая. Люди покупают из года в год. Это, как говорится, уже настолько классика. Про это вообще говорить не надо. Люди приходят много раз, спрашивают, где у вас черно-белая. И уже, как говорится, идут направленно. Да, белая очень красивая. Но единственное, конечно, белая маркая. Так как я люблю попудрить лицо. Вот такой пудры для загара. Конечно, белая красота. Но, к сожалению, не мой фасончик. Будет быстро она изнашиваться. Но вот эта черная тоже мне очень нравится. Вот какую лучше, розовую или черную. Народ, пишите, как вам думается, какая подойдет лучше мне. Ну и, конечно, любимые финские мумики. Многие всегда улыбаются, когда я про них рассказываю. Но финны обожают. И здесь у нас мумики, зонтики. Есть вот в таком подарочном. И я думаю, если бы в такс-фри такие продавались, конечно, люди обожают купить что-то финское. И я думаю, кошелечки, маленькие сумочки для путешествий, куда помещается паспорт и так далее. Очень красивые есть наклейки. И отражатели света. Магазин большой. Конечно, все красиво оформлено. И я пришла с утра до открытия. Здесь я одна хожу, поэтому могу вот так красиво показать общим планом. Подписывайтесь, не хворайте. С вами была Оля Стампре. Всем физкульт-привет!